Всем привет! С вами Red Commander. У нас 18 серия Strategic Command. Погнали! Так, сначала нам бы разведать, где тут находятся вот эти сказочные эсминцы. Ага. Вот у нас Danzig. Лёгкий крейсер. Наверное, с него и начнём. Он первый у нас под удар попадает. Так, по-хорошему нам бы подлодкой нащупать. Ага, вот и эсминец. В принципе, сейчас мы... Начнём всё-таки с Danzig'а. Цель покрупнее. Так, паллада вперёд. Ой, богатырь. 450 бонус морали. Очень неплохо. Так, после чего отходим. Здесь у нас один к одному. В принципе, размин можно устроить. Так, враг попытался отойти. Мы его немножко даже протаранили. Неплохо получилось. Так. Британскую подлодку бросим сейчас на... ...линии сообщения. Чтобы, во-первых, она, опять же, служила источником блокирования определённым. То есть, если сейчас немцы попрут, мы их сдержим частично. А, во-вторых, она позволит разведать силы, которые могут приближаться. Так. Паллада не успевает пройти всё равно. Уводим её в Турку. Пускай отдыхает. А дальше посмотрим. Так. У нас по всей линии соприкосновения с немцами идёт снег. Поэтому добиться здесь серьёзных успехов у нас вряд ли получится. Но мы можем быстренько продолжить апгрейды. Продолжить апгрейды мы продолжать апгрейды будем после действий на юге. Здесь у нас из-за снега самолёты, наверное, не захотят никуда лететь. Угу. Это, конечно, грустно. Поэтому придётся в Диарбекир лезть. Так. Кстати. Я могу по дорожке-то пробежать. У кавалеристов нет нормального зоны контроля. Поэтому я могу... Опа. Опа. И мы забираем Диарбекир себе. И, слушайте, это прям мега круто. Давайте Третьей Кавказки подведу поближе. Пум-пум-пум. Окопаемся для начала. Так. Здесь. Здесь мы ничего сделать не можем. К сожалению. И супла у меня здесь нет. О. Мы, кстати, окружили этих кавалеристов. Не знаю, сколько они там в окружении протянутся. Сможем ли мы выбраться четвёртым сибирским на дорогу, тоже не факт. Вот. У нас тут со снабжением всё грустно. Хотя тут как раз именно отсюда логичнее было бы на дорогу-то вылезти. Хотя на этой дороге у меня снабжения тоже не будет. Нужно будет на север от Диарбекира идти. Но, слушайте, у меня тут очень хорошие перспективы. И вот сейчас мне здесь нужна кавалерия. Вот прям до зарезу нужна кавалерия. Поэтому. Так. А у меня, кстати, нет ни одного кавалеристского юнита, который бы можно было снять вот так вот взять и увезти. То есть у нас есть в Ковеле, в Проскурове две части не проапгрейджен. Ну, вот ещё здесь часть. Они все не проапгрейджены и не пополнены. То есть здесь у нас ещё есть гвардейский кавкорпус, донские казаки наши. Но казаки у нас не на рельсах. То есть мы их сейчас можем поставить на рельсы, а в следующий ход только перевозить. Так. Это дело, конечно, нужно поправить. Это нездоровая ситуация. Так. Ну, ладно, вернёмся обратно к туркам. Здесь мы всё успели сделать, что мы хотели. Да, успели-то мы всё. Что у нас тут со снабжением? Ну, слушайте, единичку мы здесь пока получаем. Здесь тоже какое-то снабжение у нас будет. Так что более-менее жить можно. Так, перелетаем на север. Пополнилась здесь эта ландштурмская дивизия, на самом деле. Так. Будем ли мы продолжать её утюжить? А почему бы нет? Так, разведчик тоже откажется лететь. Откажется. В принципе, это как раз не страшно. Так, 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 так. Ох ты. Подтянули артиллерию. Так. Ну, она, конечно, не спасёт их. Так, единицу нам сняли. Так, будем бить до победного. Ну, ладно. Пока так. В принципе, размин неплохой. Меня он устраивает. Здесь, здесь мы производим небольшую рокировку. Так. Что с вами не так? Чего вы не хотите пополняться, товарищи? Улучшаться, точнее. Не хотят, не хотят. Сложно сказать, почему. Пум-пум. Экшн-поинт в 2 из 4. Но при этом не хотят. Так. Здесь у нас пополняем везде, где это можно. Так, что у нас по распределению частей? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. У Брусилова всё нормально. Так, здесь нам раз, два. Очень удобно. Часть хоть и на фронте, но соприкосновения с врагом нет, поэтому нам позволили её убрать. Сюда мы зайти не можем. Придётся выдвинуть вот этот юнит. Но это не принципиально, опять же. Так, здесь нет, не можем. Тоже. Видимо, экшн-пантов не хватает. Так, 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 так. Так, тут давай в родом тогда. Ну, немножко опять перемешали все войска. Это нормальная ситуация. В принципе, генерал всё равно достают. Поэтому совершенно не смертельно. Так, у Брусилова. У Брусилова, к сожалению, юниты, которые могут пополниться, не так, обновиться не так много. Так, тоже не хочет. Не хочет. Вот хоть убейте. Так, ага. Так, и будем ли мы наносить здесь удар? Повторять? Нет, не будем. Чем здесь? Тоже не будем. В принципе, да. Тут в снег наступать, и то ещё веселье. 275 МПП. В принципе, мы можем их прямо все использовать на на улучшение или на создание новых юнитов. Нет, давайте в науку вложимся. Слишком отстаёт Россия по науке. Так, сначала, конечно, так, основные. Так, от танков мы уже отказались, от авиации мы не отказались. Нам её нужно развивать по чуть-чуть. Управление и контроль, да. Так, и у нас ещё есть возможность. 125. Мы можем что-то здесь ещё взять. Второй уровень истребителей и следующий уровень бомбардировщиков. Но хэви-бомберы у нас и так есть, истребители у нас и так есть, поэтому имеет смысл их развивать. Артиллерия у нас развивается, поэтому ждём другие всевозможные улучшения. Нам пока ну, в общем, кроме мобильности чего-то серьёзного здесь я не вижу, что можно развивать. но, кстати, мобильность имела смысл. Ну, ладно. В общем-то, не так уж важно. Так, куда-то он у меня улетел. Юнит тут немножко так, какие-то глюки происходят с игрой. Он у меня перемещается с севера на юг, с юга на север. Так. Ну, слушайте, вот такими набегами вперёд-назад мы немножко меняем ситуацию с перемещением. В принципе, я вот, смотрите, могу сейчас уже дойти до Рияда. Опа. А он пустой. Следующий ход теоретически я даже без снабжения должен его иметь возможность захватить. Не факт, что у меня часть после этого выживет. Она-то может умереть от голода или ещё чего-нибудь. Но, вроде как, всё нормально. Так, здесь пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давайте разойдёмся по разным сторонам. Здесь у меня какой-то суплай у партизан есть. Но, честно говоря, партизаны, они и без снабжения должны более-менее жить. А вот эта часть, по идее, должна сейчас начать страдать от нехватки снабжения, потому что, ну, собственно, у неё от снабжения неоткуда поступать. Потому что, ну, да, тут есть несколько городов, но они не связаны с метрополией. Единственная дорога, которая была на Медину, шла через вот вот это вот из Сирии дорога. Я её не мог англичанами перехватить, но она сейчас перехвачена повстанцами, так что, по идее, мы скоро должны захватить всю Аравию. Ну, так мне, по крайней мере, это видится. Плюс у нас здесь имеется русский прорыв, не знаю, к чему он приведёт в будущем, но, в принципе, у нас и Газианте под прямым ударом находится сейчас, и Малатья, и можем на юг в Сирию и Ирак пойти, отрезать тот же самый Багдад, то есть, например, мы Дерезор, если захватим, то это очень серьёзно повредит снабжение иракской группировки, да, у них останется только вот эта вот линия через Дамаск, Артабах и так далее, но это множество вариантов, глаза разбегаются, можно, кстати, даже сразу куда-нибудь переместиться, хотя нет, пока не будем, просто не знаю, что тут со снабжением и где тут, как со снабжением, дождёмся следующего хода и изучим эту ситуацию. Так, здесь будем ли мы что-то где-то штурмовать, чтобы, так сказать, поднапрячь врага, предлагают сюда, нет, давайте мы выдвинем сюда морпехов, улучшить мы ничего не можем, так, тоже ничего не можем, ну, довольно-таки грустная ситуация, на самом деле, то есть, тут абсолютно патовая она, никакого развития нет, три снаряда всего артиллерии, давайте подкопим, подкопим, нужно по-любому брать Иерусалим, но вот здесь у нас плечо снабжения намного дальше, чем у турок, поэтому эффективно давить мы не можем, так, здесь, давайте будем планомерно наступать, так, опять же, пополнить ничего мы не можем, зато можем немножко обойти, так, к сожалению, потери понесли, ну, вот, сиди брони нам, конечно, нужно брать, не думаю, что тут какие-то серьезные шансы у них, у этих партизан, в общем-то, и табрук им не поможет, плюс у меня еще один отряд итальянцев идет, так, что, вот эту мы, вот этот нарыв мы должны вскрыть довольно-таки быстро, здесь получится ли у меня что-нибудь пополнить, все получилось пополнить, так, что, пока все нормально, эти ребята выкуриваться не хотят, стоят, отдыхают, в принципе, это, если они продолжат так стоять, это неплохо, так, здесь, здесь у меня диспозиция тоже так простая, и нам нужно пополнить все наши свежие французские части, которые здесь подтянуты, и не только французские, занимаемся занимаемся массовым пополнением, в принципе, ресурсы мне это позволяют, так, албанцы вот эти, албанцы вот эти, конечно, нужно их отводить, что у нас тут, окопаться мы тут не можем, здесь мы вроде окопаны, окопаны, все нормально, здесь, будем ли мы атаковать, атаковать, у меня атаковать мы, конечно, можем, но, да, не стоит этого делать в снег, это раз, без артиллерии, это два, так, что подождем, пока скрафтится наша волшебная пушка, так, здесь мы освободим место для французов, так, ну, куда ж ты хочешь копать окопы, это товарищ, так, здесь у меня французы все заняты, но в целом ситуация спокойная, и переходим на западный фронт, на западном фронте, опять же, какие-то атаки производить сложно, но враг занял ордены, но, в принципе, это уже дело чести, что называется, нанести ему туда удар, потому что это в определенной степени наркотится, он, правда, успел окопаться, то есть, он там грамотно подвел часть, часть прокаченная, правда, корпус резервный, то есть, ну, на самом деле, чисто теоретически, он слабее, чем основной, но фактически, характеристики юнита ровно такие же, как у обычного юнита, так, ну что ж, попробуем проатаковать его, что из этого выйдет, ага, выйдет из этого то, что, во-первых, нас артиллерия отутюжит, во-вторых, англичане, по сравнению с французами, как-то не очень боеспособны оказались, да, и вот, анни-то ардены, похоже, не отпустят, так, 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 подведем поближе эту часть, что у нас дальше, дальше у нас, да, ну, в общем, нам ничего интересного здесь, дальше не произвести, враг удержался на своих позициях, к сожалению, так, что немцы оказались покрепче в этом смысле, так, здесь, имеет ли смысл здесь штурмовать, но, опять же, снег, снег очень сильно мне помешал, вот, то есть, я-то, ну, снег уменьшает возможности атакующие в два раза, приблизительно, поэтому, в общем-то, если бы здесь была полноценная часть, мы бы ее, наверное, все-таки снесли, но, вот сейчас, видите, какая ситуация получилась, да, при этом и артиллерия отработали, и все остальное, но не помогло, так, переходим на итальянский фронт, он у меня сейчас наименее охвачен, и тут интересная ситуация, австрийцы подставляются, я по-другому это назвать не могу, у нас, в принципе, есть боеготовая часть, так, которую можно сюда, так, она все свои экшн-поинты, правда, потратит, отсюда, а если так, то мы еще сможем атаковать, но это у меня десятый корпус, он у меня побитый, с низкой боеготовностью, да, ну давайте выдвинем пока его сюда, подстрахуем его с тылу в Леонсу с очень пятым корпусом, даже если у меня выбьют десятый корпус, это будет совершенно не смертельно, так, здесь, здесь нам надо бы просто пополнить, опять же, части, которые немножко, возможно, пострадали во время предыдущих боев, так, иностранный легион, иностранный легион, я хотел, перебрасывать в Албанию, туда, так, что пошлем его на юг, так, здесь, 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 у меня еще в Тиране отряд стоит, а, ну мы его пополняли, апгрейдили, так, что пускай стоит, у французов ничего нового тут не произошло интересного, что касается англичан, так, нам еще необходимо открытие бронетанковых исследований, так, что пока без танков, так, и у нас остался флот, что у нас по флоту, здесь нам наш дредноут Мальбора очень серьезно повредили, наверное, стоит его отвезти в ремонт, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, заодно разведаем подходы к этой локации, чтобы нас не перехватил никто, все, а он, правда, другим маршрутом поплыл, ну ладно, так, у меня к тому же здесь Iron Duke дредноут сильно поврежден, тоже имеет смысл его сменить, так, он, кстати, не хочет добираться, поэтому мы Гроссхопера еще вытащим, так, а где подлодки-то вражеские, вот вопрос, а, отлично, вот и вражеская подлодка, кто из наших эсминцев до нее добраться сможет, а, никто, а, тут, вражеский миноносец затесался в мои войска, практически не обратил на него внимания, а он тут есть, сейчас мы его прихлопнем, так, субмарина так, решила залечь на дно, так, а это, кстати, другая субмарина уже, так, и нам бы по-хорошему первую найти, а, отлично, так, опять залегла на дно, что ж такое, угу, так, здесь мы, здесь мы, пожалуй, воспользуемся услугой, имеющейся рядом до дредноута, ну, по крайней мере, немножко обстреляем и на место уведем, так, здесь королева Елизавета тоже как-то довольно-таки слабо, слабо стреляет, на удивление, так, ну, видимо, не попасим по эсминцу, тут надо использовать более легкие силы, скорее всего, что-нибудь типа крейсеров, отлично, тут уже неплохой урон получается, так, занимаем эту локацию, и добиваем Азенкуром, нет, не добиваем, смотрите-ка, не добиваем, к сожалению, пу-пу-пу-пу-пу, все равно выжил, ну, какой товарищ нехороший, ну, ладно, мы тут его, придется тяжелую артиллерию для этого убрать, император Индии, все, очередного корабля лишилась Германия. Я, честно говоря, не знаю, сколько они так еще протянут. У них мораль уже 54. Так. Кого нам проще? Проще уничтожить, конечно, вот эту подлодку, пока она не прокаченная. Так, неплохо. Так, и кто у нас еще может проатаковать? Так, ты уже атаковал. С тобой все ясно. Здесь у меня каких-то ресурсов дополнительных нет. Ну и, в общем-то, все. Так, ну... Отлично. А вот добивать их уже нормально не получится. Так, давайте выведем сюда подлодку в качестве разведчика. Так, эсминец на север. Все наши проапгрейдженные юниты нужно заслать максимально близко к боевым действиям. Так. этот товарищ у нас отдыхает. Тут у меня французы. Угу. Так, тебя в порт. Так, ты у меня и полумертвый. Честно говоря, даже не знаю, куда тебя поставить. Можно поставить, отбывать номер здесь, но хочется, чтобы он хоть немножко восстановился. Давай. Осуществляй блокаду. Это можно делать и без морали. Так что, все должно быть нормально. К сожалению, не добили мы эти две подлодки. Так. У нас тут Талбот еще. Будем возвращать его потихоньку в родные пинаты. У него уже, по-моему, даже суплайн на нуле, да? Да, суплайн ноль. В общем, да. Нужно его лечить. Так. Подводим еще один эсминец. Это у нас Ог. Ог. Довольно-таки заслуженный кораблик. Давно уже верой и правдой служит Роял Нави. Так. Ну и на этом все. Никого вам вроде не забыли. Никого. Так. У меня, кстати, по-моему, до сих пор неправильно развернуты здесь окопы. Хорошо, что никто не атакует. Прямо прекрасно. Так. Ну, вариантов нам атаковать тоже здесь нет. Так что, да. На этом на этом пока все. И можно идти в науку. У нас, правда, так. Танковое открытие уже по два вложения есть. Давайте Infantry Weapon. А, стоп. Мне сейчас... Не, можно. Слушайте, у меня же были кое-какие открытия произведены, поэтому освободилось некоторое количество Infantry Weapon и мобильность. Стоп, стоп, стоп. А, у меня уже... А, это французы. Это французы. Это я что-то перепутал с англичанами. У французов столько денег нет. У англичан. У англичан денег побольше. 345 фунтов. Танковое открытие. Опять же, все нормально. По единичке. Infantry Weapon. Вперед. Так. И еще 220, из которых мы можем использовать только 40, то есть мы не можем использовать. Поэтому, наверное, имеет смысл какой-нибудь юнит восстановить из тех, кто пострадал. Давайте второй корпус. Так. А, стоп. Англичанами. Опять меня на французов тянет. Англичане. Что у вас? У вас... А у вас никого мне не взять. То есть, ну как, я могу потратить 225? Ну, это, честно говоря, не хочу этого делать. Ну, просто не хочу. Так. Можно взять, кстати, самолет, ну, морской бомбардировщик. немножко как раз, чтобы посильнее давить на подлодки. Ну, он единицы атаки вот имеет по подлодкам, по всем по единице, по всем морским кораблям. Но не уверен, что он хорошо сработает, а стоит он все-таки 150 МПП. Давайте немножко поэкономим. Сейчас ресурс все-таки до танков осталось не очень долго. хочется сразу их включить, ну, в оборот пустить, поэтому пока поэкономим. Так что давайте переход хода и посмотрим, что предпримет враг. Так, и у нас решение. Так, нам предлагают новый порт построить в Баренцевом море. В общем, Мурманск нам предлагают построить, насколько я понимаю. Да. Если да, то мы согласимся с построить Мурманск. Это нам будет стоить 25 МПП. Честно говоря, ну да, наверное, это имеет смысл. Как раз в 16-м году все прекрасно так. Все исторично, все логично. Так, последний юнит набора Кичнера. Да, доставлен. Так, арабы продолжают поднимать восстание. Ну, в общем, Медине, Кранты, это, я думаю, все уже поняли. Так, Румыния к Контанте стремится потихоньку. так, мы тут пострадали на в результате волнения на море. Волнение, видите, не только в Аравии происходит, но и на море. Так, и у нас морские технологии улучшаются, газовые технологии улучшаются, если это так, нельзя, конечно, говорить. Но, тем не менее, химия наша не стоит на месте. Даже итальянцы продвинули пехотное вооружение. В том числе, ученые Сербии продвинули пехотное вооружение. Это прямо круто. Американцы тоже. В общем, день пехоты какой-то получился. Так, на Мурманск мы 25 МПП тратим от России. Я надеялся, что от Британии будет тратиться. Нет, все-таки от России. Ну, ладно. Честно говоря, принципиальные разницы это нам какое-то не принесет. Может, мы сможем больше МПП выкачивать из Англии. То есть, на это надежда. Посмотрим. Так, отошел эсминец, попал на нашу подлодку и устал на нее теперь смотрит. Интересно, какая реакция будет кайзерского флота на нашу дерзкую вылазку в Ботнический залив. Захочет ли он защитить свои корабли и послать свой основной флот. Так, австрийцы массово отступают от границы с Италией. Честно говоря, я не очень понимаю, почему это происходит. Может быть, они опасаются вступления Румынии в войну. Может быть, у них какой-то хитрый план созрел по наступлению на Одессу. Куда они еще решатся продвинуться. ну, как-то концентрации войск на русской границе тоже не видно. И здесь они отходят. Совершенно непонятные как для меня действия австрийской стороны. Может, хотят... Может, у них какие-то внутренние волнения начались. Но мне было про это написали в виде не решения а каких-то событий. Вот. Так что пока непонятно. очень солидно обстреливают опять же немцы мои пограничные юниты. Ох ты! вот это уже серьёзная заявка. Какую-то сверхдальнобойную артиллерию подтянули австрийцы. А немцы решились атаковать на меня даже в снег. Причём как-то не сконцентрировано, а куда попало. Ну, с англичанами такое ещё может пройти. Но вот с французами вряд ли. так, уже немцы появились на сербском фронте, то есть они уже видимо совершенно достали их австрийцы, что они не могут справиться с Сербией. решили решить самостоятельно этот вопрос. Так, и австрийцы начали давить на итальянцев. Итальянцев тут, конечно, всё очень на тоненького, но с другой стороны пробить австрийцам даже слабую итальянскую армию там в горах довольно-таки сложно, в узком дофиле по линии дорог сомневаюсь, что им что-то получится сделать. И у нас тем временем 1 января 2016 года Долго ходит. Точнее, не то, чтобы ходит, а именно думает. компьютер производит какие-то дополнительные расчёты. Практически скоро не останется на границе с Россией австрийских соединений. Даже австрийская территория на границе выставляет только немецкие войска. Так, ещё одни повстанцы. на границе. слушайте, у меня тут скоро сформируется партизанских юнитов, что можно будет уже ими штурмовать Берлин, мне кажется. так, на границе сформируется, Это скажется на нашем боевом духе, возможно, но воинская повинность — это интересно. Да, давайте. Так. Больше войск из Австралии и Новой Зеландии готовы для отправки в Европу. Необходимо наше решение, куда они пойдут. В Египет, если нет, и в Англию, если да. Слушайте, давайте в Египет. У меня там явно нехватка нормальных юнитов. Так. Так, и Кадорна. Что он там хочет? Сформировать в Тиране и разместить в Тиране Албанский легион за 50 МПП. Ну, в принципе, у итальянцев вариантов особо нет. Так, это у нас Албанский волонтер. Давайте. Это в любом случае дешевле и быстрее, чем если мы самостоятельно что-то формировали. Так что, как правило, нужно пользоваться такой возможностью. Так, у нас... У нас все очень круто. У нас... Давайте быстренько глянем. Ох ты. И это прекрасно. У нас нормальное снабжение частей. Даже тех, кто... Тех, кто в горах. Хм-хм-хм. Так, ну, мне это нравится, честно говоря. У нас Диарбикир немножко продлил нашу возможность снабжения. Мы можем выйти сейчас пехотной частью на эту дорогу. Это вообще великолепно. То есть, наше окружение удалось. И у нас есть вариант дальнейшего наступления. Ну, вы видите. Прям сумасшедшее. Но оно уже произойдет, как вы понимаете, в следующий ход. В следующем видео. Так что, не забудьте поставить лайк. Оставить комментарий. На любую тему, посвященную данной игре. С вами был, как всегда, Red Commander. Всем пока.